Михаил Юрьевич, вопрос к Вам и, возможно, к Татьяне Алексеевне. В течение последних трёх лет и на согласительной комиссии по проекту бюджета, и в рамках специальных рабочих групп обсуждается вопрос недостаточно оригинальных расчётных нормативов для удовлетворения потребностей учреждения образования. Имеется в виду ежедневные потребности, необходимые для текущих хозяйственных расходов. О недостатке говорят все образовательные организации, в том числе все депутаты областного собрания, избранные от образования. Был момент, когда на седании рабочей группы с участием Татьяны Алексеевны, казалось, пришли к согласию в прошлом году, но так ничего и не было сделано. В постановлении областного собрания предписано администрации продолжить работу в этом направлении. Что нужно сделать, чтобы изменить эти нормативы хотя бы до 2% для того, чтобы школы могли обеспечивать текущие свои потребности? Мы сейчас этот вопрос системно-федеральном уровне обсуждаем. Это касается не только финансирования системы образования, но и системы здравоохранения, потому что те общие для всех регионов страны коэффициенты в итоге для нас обходятся гораздо дороже. Мы говорили об этом с Министерством здравоохранения и с Васильевой, с министром просвещения по этому поводу. Мы настаиваем на том, чтобы для таких регионов, как Псковская область, с особенностями расселения людей применялись соответствующие коэффициенты. Второй вопрос связан со сбалансированностью бюджетов сельских поселений. Также в течение нескольких лет обсуждается ситуация, когда фактически бюджетные обязательства сельских поселений не покрываются ни доходами бюджета, ни безвозмездными поступлениями. Что планируется сделать для решения этой задачи? Вы говорите последние несколько лет, но у нас пока ни одно сельское поселение не умерло и свое существование не прекратило. Может быть не так много видимых инструментов поддержки, но мы в постоянном режиме работаем и сейчас в конце года тоже дополнительные меры районам и поселениям оказываем. Но сейчас, когда мы обсуждали вопрос об изменении системы оплаты труда для муниципальных служащих, мы в том числе дали свои рекомендации по численному составу муниципальных служащих, которые работают и в районах, и в поселениях первого уровня. С точки зрения выполнения обязательств, мы их смотрим, у нас критичных моментов на сегодняшний день нет. Скажите, пожалуйста, вопрос по территориальной программе развития здравоохранения Псковской области. Каждый год четвертый квартал она испытывает дефицит средств, о чем говорят также протесты прокуратуры и представления. Какими ресурсами, за счет каких ресурсов планируется восполнять дефицит территориальной программы здравоохранения? Я достаточно подробно сказал, что мы будем делать в сфере здравоохранения в своем докладе. Если говорить о модернизации системы первичного звена здравоохранения, вот вашего коллегу, который рядом сидит, мы пригласили тоже в региональную рабочую группу. На сегодняшний день по поручению президента и поручению правительства Российской Федерации мы провели аудит и представили в правительство первичную информацию о том, в каком состоянии это первичное звено здравоохранения находится. Вот следующий шаг, мы должны определить модель, оптимальную модель, по которой эта система будет работать. Я здесь не склонен к каким-то резким реформам и оптимизациям. Я считаю, что мы уже на несколько шагов глубже в эту историю зашли, чем, наверное, нужно было зайти. Но вот я считаю, что в рамках рабочей группы такой на региональном уровне, с привлечением практикующих врачей, с привлечением экспертов в области медицины, общественников мы выработаем эти решения, обязательно с депутатами Псковского областного собрания их обсудим и отдадим уже в правительство с тем, чтобы на основе этого правительство могло принимать решения, в том числе о мерах финансовой поддержки. Я попросил, чтобы меня включили в эту рабочую группу на уровне Татьяны Алексеевны Гуликовой. Субтитры создавал DimaTorzok